Пенсионная реформа В 2019 году под такую категорию граждан попадают женщины 1968 года рождения и старшие, то есть которым исполнилось 51 год, и мужчины 1962 года рождения и старшие, то есть мужчины, которым в настоящее время исполнилось 56 лет. Для этой категории граждан предусмотрены дополнительные льготы. Эти льготы установлены и в налоговом законодательстве, и в оплате коммунальных услуг. Также наложен запрет на увольнение таких граждан со стороны работодателя по собственной инициативе. Для граждан предпенсионного возраста установлен повышенный размер пособия по безработице на время поиска работы. Одной из льгот является специальная программа профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста. Это новая программа, которая стартует в 2019 году и продлится до 2024 года на тот переходный период, пока у нас идет пенсионная реформа. Право на прохождение профессионального обучения имеют как работающие граждане, которые состоят в трудовых отношениях с работодателями, так и граждане, которые ищут работу, которые проживают на территории Московской области. Эти граждане, которые не работают, должны самостоятельно обратиться в службу занятости населения. Профессиональное обучение позволит продолжить свою трудовую деятельность на прежнем рабочем месте, либо найти новую работу в соответствии с вашими пожеланиями, профессиональными навыками и физическими возможностями. Не секрет, что сейчас меняется, на предприятиях устанавливается новое оборудование, новые технологии, за которыми уже граждане, которые проработали не один десяток лет и немножечко устарели в своих познаниях. Профессиональное обучение позволит повысить свою квалификацию, разряд, класс в соответствии с профессией гражданина без изменения уровня образования для того, чтобы соответствовать профессиональным стандартам по той или иной профессии, либо должности. Для граждан предпенсионного возраста подготовка, переподготовка и повышение квалификации носят такой краткосрочный характер. Это курсы, которые проходят в течение не более трех месяцев, в течение от 15 часов до 500 часов по программам переобучения в образовательных организациях Московской области. Заниматься профессиональным обучением и подготовкой будут возложены на службу занятости населения, то есть Центр занятости населения по Павлопосадскому району и города Электрогорск. При реализации обучающих программ будут использоваться как традиционные способы, то есть очное обучение, так и заочные формы обучения и дистанционные. То есть граждане, которые работают, могут пройти обучение без отрыва от производства в форме заочного обучения, либо, как я и сказала, дистанционного, то есть с помощью программ через компьютер, через интернет онлайн. В 2019 году эта услуга для граждан полностью бесплатна, все расходы на себя берет областной бюджет, и те граждане, которые будут направлены на обучение, не работающие на время обучения, будут получать стипендию в размере минимального размера оплаты труда в Московской области. Единственным обязательством для граждан, прошедших профессиональное обучение, является сохранение занятости, либо трудоустройство после завершения обучения. Уважаемые граждане и работодатели особенно, если у вас есть потребность в профессиональном обучении вас, либо ваших сотрудников в 2019 году, мы просим вас обратиться в Центр занятости населения, расположенный в городе Электрогорске, это площадь Советская, дом 2, в здании социальной защиты населения, либо по телефону 3-22-44, либо можно обратиться в Павловском посаде по адресу улица Родженикидзе, дом 12, тоже мы находимся в здании социальной защиты населения, и наши телефоны в городе Павловском посаде 9-04-04, либо 9-00-13. Субтитры подогнал «Симон»